Сакен Казахстан Крупным филиалом ДВК По Караганде 3000 человек Попал в тюрьму из-за этого Вместе с сыном Вот такая ситуация Сакен Ваш сын сейчас в армии, да? Ты, наверное, говорил о старшем сыне Старший сын живет в Астане Работает Младший сын в армии Под репрессией попал вместе с вами старший сын А, в репрессии И в зону попал старший сын Да, а младший сын сейчас находится в армии Призван в мае месяце Да, призван в армию Так Значит, Сакен, у меня вот такой вопрос Значит, у нас уже практически послезавтра 10 ноября Наблюдатели Со всех городов Собираются на собрание Где хотят поставить Инициировать народный референдум И Инициировать изменения в закон о выборах И в закон о партиях С тем, чтобы Перед выборами Успеть изменить Немного правила игры По главным пунктам Насколько это все Наивно Романтично Насколько это зрело Насколько Это сегодня действенно И с другой стороны Даже если они ничего не добьются Возможен ли процесс сбора 200 тысяч подписей Как-то Просто перезагрузить Политическую атмосферу в стране Что ли Это вот первый блок вопросов Потом мы перейдем по поводу выборов По поводу Тукаева И партии И так далее Хотел бы начать с того Что вот сейчас На повестке дня стоит Буквально послезавтра Люди собираются Ну В любом случае Эрмек То, что Вы собираетесь сделать И то, чем В общем-то Ты Руководишь Направляешь Само по себе Это замечательно Это надо Делать Вот И здесь даже Не нужно Ставить вопрос На мой взгляд Насколько это будет Эффективно Результативно Из чего-то Вы добьетесь Или не добьетесь Это Делать Нужно Это дает Несколько Положительных Эффектов Первое Активизацию Политического процесса В Казахстане Второе Это Обучение Населению Демократическим Процедурным Практикам И В-третьих Это В любом случае Какие-то Результаты Обязательно Даст В любом случае Поэтому Я Например Такие вещи Хотя я Признаюсь Я активно В этом не участвую Когда-то Я в этом Активно Участвовал Но Я такие вещи Приветствую Это То Что определяет У нации Политическую Культуру Народ Нужно Таким вещам Обучать Мобилизовать Готовить Потому что Это Воспитывает Нацию В свое время И Ленин Например Первую революцию Назвал Репетицией Которая Стоила Значит Миллионов Человеческих Жизней Но Тем не менее После Этого День Октябрьской Революции Буквально Годовщина Да Тем более Вчера Годовщина Это уместно Такие вещи Вспомнить И вот То Что Вы Делаете Это Нужно Делать В любом Случае Сакин Я хотел бы Вас поправить Я Я не являюсь Руководителем Официально И Даже не вхожу В состав Оргкомитета Тем более У меня есть Приговор Который Мне запрещает Вообще Любую Политическую Деятельность Внутри Казахстана Поэтому Я Поддерживаю Жамбулата Мама Или Какие-то Инициативы По референдуму По партиям И так далее Я Намеренно Никуда Не вхожу Отказываюсь От любого Членства В правлениях В полицоветах Чтобы не Подставлять Никаких Ребят Я Официально Не являюсь Никем Даже Простым Членом Но С вами Согласен По поводу Оценки Вот Смотрите Какая ситуация Я бы Хотел Вас Спросить Почему 30 лет Оппозиция Не использовала Активно Фактор Референдум Она Два раза Его инициировала Но Инициировала Как-то Странно Буквально На старте Его Останавливая И Мне кажется Было У многих Внутри Оппозиции Сопротивление Вот Идея Референдуму Еще и потому Что Все Не знали Не понимали Как можно Будет контролировать Подсчет голосов Зная Систему Фальсификации Не знали Как противопоставить Этому И Тем самым Могли Через референдум Подыграть Властям И Сегодня Точно Такой же Точка зрения До сих пор По старинке Придерживаются Облязов Говорят Что на выборах Ничего добиться Нельзя На референдуме Добиться нельзя Все предрешено Фальсификации С фальсификациями Ничего нельзя Сделать Никакие Наблюдатели Все Это туфта Вот Мне кажется После 9 июня В этом году У людей У многих Как бы Ну Некое Прозрение Что Оказывается Система Фальсификации Можно Бороться И Можно Носить Такие Очутимые Удары Для Политической Власти Что Можно Теперь Идти на Выборы Инициировать Выборы Готовиться К выборам Создавать Партии Для выборов Идти на Референдум То есть Все Что связано Там Со сбором Подписей Или С подсчетом Голосов Контролем За выборами Теперь В этом плане У огромного Количества Людей Вот В первую очередь У тех людей Которые Прошли Школу Наблюдателей На этих Выборах Такая Уверенность Во всяком Случа И есть И они Эту Идею Активной Борьбы Не бойкота Активной Борьбы С властями Пропагандируют Вот Трансформация Мировоззрения Многих В оппозиции В отношении Активной Сопротивлением Фальсификациям Уже Какая-то Произошла Что вы думаете Об этом Ну Первое Я И в этом Случае Очень положительно Отношусь К Работе По Организации В нашей Стране Вот этих Референдумов Это тоже Дает Населению Нашему Народу Опыт Политической Борьбы Колоссальный Опыт Вот этот Последний Июньские Выборы О которых Ты Вспомнил Это конечно Ну Дало тоже Капитальный эффект Это все Видели Все этому Свидетели И это конечно Колоссальные Массы Как Никогда Население Обучило Опыту Участия В Выборном Процессе Я Знаю В Алмате Одного Человека Который Значит Организовал Лично Большое Движение И С этим Движением Очень Активно Во всем Этом Значит В процессе Участвовал И Он И Сейчас Фанатично Не Унимается Значит Более того Он Опять Вокруг Него Люди И он Опять Готовится Следующим Выбором И Я точно знаю Он активно У них Примет Участие К этому Я Хорошо Чрезвычайно И Положительно Отношусь А Теперь Если Говорить О том Что Кто-то Высказывает Мысль Что Значит Это Не нужно Это Не дает Никакого Эффекта Тут Надо Видишь Ли Объективно Исходить Из того Что Наша Власть Конечно Она Есть Сама По себе Значит Сущность Выражает Узурпацию Вот Как Сказали Валерий Любая Власть Узурпация И Конечно Надо Объективно Исходить Что Конечно Власть Узурпирует Значит Выборы Но Чтобы Население Объективно Увидело Узурпируемость Власти Она должна В практике Увидеть Именно Наглядно Объективно Предметно Участвую В выборах Увидеть Как Этот Механизм Узурпации Власти Осуществляет И тогда У людей Кроме того Что они Обретают Значит Огромный Колоссальный Выборный Опыт Они еще Видят Сам этот Механизм Узурпации Власти Я это Караганде Своих людей Через все это Проводил И поэтому Это нужно Делать Это тоже Обретение Колоссального Политического Опыта Значит Про всем Народом И Значит Если говорить Теперь В конце Фальсификации Да Значит Выборы Фальсифицируются Но Участвую В куче Выборов С выше Десяти лет Я Своими Глазами Видел Как люди Значит Видел Вот этот Механизм Узурпации Выборного Процесса Они еще И видели Как Как Вообще Сам Осуществляет Или Притворяется В жизни Механизм Фальсификации Поэтому Значит В этих Вещах Надо Конечно Участвовать Я Да Сакин Тут два Фактора С одной стороны Они Фиксировали Фальсификации А с другой стороны Они мешали Фальсификации Уменьшали Объем Фальсификации Приближая Свои Камеры Люди Под видеокамерами Были Скованы В избиркомах Они Меньше Возможности Имели Перекладывать Там пачки Там что-то делать Там Оттасовки делать И в итоге Это выскочило В Поразительные Цифры В самих Государственных Протоколах Которые Показали Что Тукаев По многим Участкам Не то что Участкам Районам Городам Целым областям Потерял Фактически Рейтинг И это Был Просто Обвал Это был Показатель Огромного Антирейтинга Это была заслуга Исключительно Наблюдателей Без которых Избиркомы Конечно Могли бы Привычно Написать Во всех Избирательных Участках 90% Там За Назарбаева За Тукаева И так далее В этом плане Как зовут Вашего Друга В Алмаке Это Такой Известный Крупный Безусмен Меценат Очень Активный Человек Его зовут Саматай Аязбаев И Вот Этот Человек Как раз Вот этими Вещами Занимается Он Со мной Иногда По этим Темам Всем Советовался Мы много Об этом Говорили В целом Я конечно Даже Если Я говорю О том Что Выборы Надо Байкотировать Но Тут Я думаю И ты Прав И Те Активисты И Те Движения И партии Которые Значит Принимают В выборах Вот В этом Контексте В контексте Значит Задачи Разоблачения Фальсификации На выборах Вот это Конечно Замечательное Дело А вот То что Ты говоришь Что это Снижает Значит Ну Уровень Фальсификации На выборах Я тоже Согласен Конечно Снижает Сам Механизм Узурпации Власти Выборы Не сломают И Власть Конечно Устраняется С ее Перестала Не Выборным Процессом В нашей Стране Это На западе В Америке В Соединенных Штатах Америки Конечно Один президент Сменяет Другого президента Демократическими Процедурами И Мы С тобой И Такие Как Смотай Избаев Пусть Тот же Мамай Который Сейчас Примет Участие В выборах Дуванов И прочее Это все Само по себе Объективно Это полезно Это надо делать Но Это конечно Власти Смятая Смотрите Я думаю Что вот Если рассматривать На примере Конкретных Избирательных Участков Вы согласитесь Что вот этот Огромный успех Наблюдателей Он Отразится На новых выборах Я думаю Что количество Наблюдателей Будет Просто Разительно Гораздо Более Высокое Чем на Прослых Выборах И Как говорил Ленин Или Маркс Значит Количество Переходит В качество Увеличение Количества Наблюдателей На каждом Участке Может Перерасти В качество Выборов Перерасти В качестве Чистые Выборы Я думаю Что Новые Выборы Позволят Нам Сделать Эфиры С оценкой С анализом Где мы Наверняка Придем К более Таким Сильным Восторженным Выводом Мне кажется У меня такое Предположение Поэтому Вот Лично Ваши точки зрения Новых выборов Теперь Даже если Вдруг Не произойдет Никакого изменения Политического Закон О выборах О СМИ О митингах О партиях О самоуправлении И так далее И так далее Даже при нынешнем Законодательстве Мне кажется Произойдет Большие изменения В составе Депутатов Я думаю Что минимум 20% Это по самым скромным Моим ощущениям Что Будут все-таки В парламент И в маслехаты Войдут Все-таки Оппозиция Я боюсь говорить О больших цифрах Там 50% 40% 60% Но я думаю Что Произойдет Качественные изменения Вот Даже при нынешнем Законодательстве За счет Огромного Вливания Вливания Армии Нападали Когда В следующем году В начале Или в конце Следующего года Вот Что вы думаете О Грядущих выборах Даже при Старом Законодательстве По новому Законодательству Мы еще поговорим Что вы думаете Ну Я думаю И при этом Законодательстве И При новом Законодательстве Навряд ли Реальная Оппозиция Как бы Активно Активно Не работала Оппозиция Как бы Не был Значит Колоссарен Подъем Значит Население Во время Значит Выборов Власть Все равно Реальную Оппозицию К Власти Не допустят Я думаю Я так Значит Тебя понял Что Ты имеешь Ввиду Ну например Что Что К власти Может Прийти Ну например Наше право Появилось Оппозиционное Движение Или То что Сейчас Лепит Жамбулат Мамай Сергеем Дувановым И Телегеном Жукеевым Ты наверное Их имеешь Ввиду Их Я буду Откровенен Не считаю И их В Казахстане Реально Оппозиции Не считают Все знают Что это Фейки Что это Новые Проекты Типа Жана Казахстан Вот Давайте Посмотрим Давайте Посмотрим Значит Я Исхожу Из каких Посылов Все таки Я склоняюсь К умному Голосованию Вот Насколько Я скептически Отношусь Группе Рахимжанова Тазабека Вот После переворота 6 сентября На съезде ОСДП Я С восторгом Воспринял Заявление До 6 сентября Которое Делал Председатель Партии ОСДП Мурат Бапи О том Что он Открывает Ворота Для всех Групп Гражданского Общества Для всех Протестных Групп Чтобы они Все Зашли В партию Зашли В партийные Списки На новых Выборах В Маслихаты И в парламент Поэтому Даже при всем Негативном отношении К Вот Рахимжанову И Тазабеку На сегодняшний день При условии Того Что не будут Новых партий Я Как лично Как избиратель В Казахстане Голосовал бы За эту партию Желая Уменьшить Количество Голосов Отданных За Нуратан Это Это Привело В Москве Тоже К Интересным Паразительным Результатом Где Даже После Толкового Оглушительного Снятия Кандидатов В депутаты По надуманным Причинам По Проекту Отбраковки При сборе Подписей Вы помните Об этом Были громкие Суды Громкие Скандалы Громкие Разборы В избиркомах Митинги Были В Москве Тем не менее Даже После Этого Навальные Со своими Одна Соратниками По Оппозиции Когда Они Принимали Решение По Умному Голосованию И они Призывали Голосовать За Кандидата От Компартии Или Кандидата От Яблока И так Далее В итоге Они Завоевали Большинство Ну Практически Большинство Мест В Московской Государственной Городской Думе Для сравнения До этих Выборов На протяжении Десятилетий Правящая Партия Имела По-моему 95% Всех Депутатских Мест И Вот Такая Позиция Она Вот Переходный Период Когда идет Борьба С диктаторским Режимом В отсутствии Демократии Она Мне кажется Единственная Тактически Грамотная Вот Сегодня Надо будет Поддержать Любую Партию Кроме Нуратана Вот Если Весь Народ Проголосует За Кого Угодно Кроме Нуратана Мы Выиграем И Будет Переходный Период Который Позволит Изменить Законодательство В этих Условиях Группы Рахимжанова И Тазабека Конечно Партия Жамбулата Мамая Галама Агилеова Сергея Дуванова Инги Иманбай Талгата Аяна Многих Ребят Она Гораздо Предпочтительнее Я думаю Даже что Вполне Возможно Будет Попытка Произвести Со стороны Оппозиции Еще Две Три партии Дай бог Чтобы они Зарегистрились Но Скорее всего Успеет Зарегистрироваться При таком Чудовищном Драконовском Законодательстве Только Одна партия И скорее всего Будет Партия Жамбулата Мамая То в этих Условиях По умному Голосованию Я думаю Что Наша задача Искать Не Черные Пятнышки Вот на Теле Вот там Партии Жамбулата Мамая А Искать то Что Она Является На сегодняшний День Хорошим Резервуаром Для Отличения Голосов От Партии Нуратан Поэтому Я думаю Что тут Нужно Приветствовать Любую Любую Инициативу По созданию Любой Альтернативы Нуратану Вот Немножко Вот Поэтому У меня Я не буду Говорить Почему я Там За Там Жамбулата Я говорю Потому что Я против Нуратана Я Тебя Понял И я Сойдем Тоже За российскими Выборами И Я Смотрел Значит Как Ведет Себя Со своим Движением Алексей Навальный В принципе Ты Сейчас Продвигаешь Тоже Идею Умного Голосования В Казахстане На мой Вгляд Я Мерсен Пацанов Был Первым Проектом Умного Голосования Да Согласен Ну Я и тогда Был Против Амиржана Касанова И Значит Как Сейчас Я Не согласен С тем Что Нужно Голосовать За любого Кто против За любую Альтернативную Партию Кроме Нуратана Вот Дело В чем Ну Я знаю Что ты искушен В политике Эрмек И Хорошо Не разбираешься Это Если Не лучше Меня Разбираешься В политике Но не хуже Это точно Что Что Делается В Казахстане Вот Ну Я Ты знаешь Кто По убеждению Максис Ленинец Я Стою На позициях Ленинизма И Поэтому Конечно Мои подходы К Выборным Процессам Происходящим В Казахстане Они Конечно Определены Моим Мировым Время На мой взгляд И партия ОСДП И Упомянутой Тобой И партия Которая Сейчас Лепит Дуванов Самомаем И Значит Телегеном Жукеевым И Ты назвал Еще какую-то Партию Это все Проекты Аккорды А с чего Вы так решили Как проект Аккорды Значит Например КНПК Вот Почему Я Решил Я опять Тебе говорю Есть Критерии Значит По которым Нужно Определять Оппозиционность Того Или Иного Движения Вот Я обратил Внимание Значит Жамбулат Мамай Он Ну мы все знаем Что он Человек Которого Власть Сломала Он Значит Находится Под запретом Ему Нельзя Участвовать Там Подождите Под словом Сломала Вы имеете Ввиду Его Заявление Как бы О раскаянии Конечно Конечно А Блязов Сломался Конечно Сломался Ты же Не сломался Ты же Не писал Раскаянии Насколько я помню Не Ну тогда Вы Немножко Тогда Поставьте На Одинаковую Грань Что получается Тогда А Блязов На сегодняшний день Это что Тоже Партия Власти Конечно Партия Власти Это Сколько раз Тебе говорил Эрмет Это Глубокие Зубаторские Игры Это Зубатов Полковник Зубатов Он Прежде чем Стать Полковником Он был Анархистом И Несколько раз Сидел Эрмет На каторге Но он Был Выдающийся Конспиратор И он Изнутри Знал Значит Подпольную Деятельность Конспиративную Деятельность В России И он Знал Как работают Большевики Как работают Эсеры Как работают Эрмек Анархисты Лучше Его Никто В России Это всего Не знал Он Прошел Ад Прежде чем Значит Предложить Свои Услуги Значит Русскому Правительству И когда Он стал Значит Жандармским Служащим Он Как раз И построил Тогда Такую Систему Которую Гениально Освоило Конечно Нынешнее Российское Правительство И Ее Хорошо Освоил КГБ И Замечательно Освоил Комитет Национальной Безопасности К этому Они Добавили Восточную Казахскую Изощренность Только Казах Умеет Жить Одновременно В двух Плоскостях И Как Либо В воде Понимаешь Это же Наша Восточная Ментальность И Поэтому КНБ Во многом Гениальнее Чем Фолсбе Русская И То Что Значит Сейчас Делается Например Что Такое Облязов Его Вытащили С тюрьмы Специально Для Того Чтобы Собирать Значит В Казахстане Вот Этот Весь Социальный Напор Понимаешь И Кидать Его на Барикады И Чтобы В это Время Значит Правоохранительные Органы Штамповали Значит Не уголовные Дела И административные Дела И колоссальный Штраф И Забивать Этими Протестующими Значит Спецприемники ИНС СИЗО Тюрьмы Вот Задача Облязова Что тут Непонятного Я с вами Не согласен Давайте Я с вами Поспорю Можете Согласаться Да я вам говорю А Вот эти ОСДП И то Что делали Сейчас Мамай Это Все Политические Игры Мамай Трус Все это Прекрасно Знают Сдувшийся Да И теперь Кроме того Что ладно Ты сломался Отойди в сторону Опозорился Ты потерял Честь Сиди там У себя Возле Линги Да Расти Детей И не Дергайся Туда А куда тебе Нет Нет Власть Берет его Вытаскивает Нафталиго И он Начинает Там Делать Такие Громкие Разоблачительные Вещи Да Сергей Дуванов Сергей Дуванов Не ломался Он Он Власть нацию, казахстанскую нацию, понимая, что-то они сошлись неожиданно для, значит, таких, как я, когда не думал себя, явно обнаружил себя, что он, значит, если не про-казахская кумовка, но точно про-американская кумовка, он не писал в Америке, я убежден, расписать никаких, но он единый предатель казахского национального интереса, вот кто такой Буанов, и в этом они интересы Мамайя, Мамайя, тот, кто, значит, тоже либерал, и они идеально тут абсолютно идентичны вместе с Буановым, но окей, окей, да, вот давайте попробуем, значит, оценить вот эти все моменты, если вы говорите, что вы марксист-ленинец, давайте вспомним один простой факт из той же избирательной системы, но в России именно периода Ленина, дореволюционной России, где Ленин, Сакин-Женусов, а-ля Сакин-Женусов, входит в предыборный блок с кадетами, а-ля Жамбулат-Мамай, Сергей Эдуанов или там Аблязов, он вступает в блок, понимая, что, может быть, они компрадоры, буржуазия и так далее, и Ленина критиковали внутри партии сверхрадикалы. Я считаю, что в этом плане большевики на тот момент сделали очень правильный гибкий подход, они вошли в этот блок, и благодаря этому победили на выборах и ввели в состав Государственной Думы, по-моему, даже двух созывов, на двух выборах подряд они вводили в состав парламента России депутатов от своей партии. Поэтому я думаю, что подход у вас не гибкий, этот момент. Первое. Второе. По поводу Аблязова. Насколько бы я не был бы оппонентом, я не верю в том, что он является агентом КНБ сегодня. Может быть, он тактически, ну, допустим, Жамбулат-Мамай, да, или Булат-Атабаев, или Ксирик Жан-Май-Металин, они могли делать тактическое отступление унизительного, оскорбительного, публичного характера, опозорившись на весь свет, скажем так, да, для того, чтобы выйти на свободу и продолжать. Я все время, я когда, вот, Хаса Маманжол ввел одну передачу, и однажды он пригласил меня, как раз был вопрос по поводу раскаяния Жамбулата-Мамая и Булата-Атабаева. Я тогда сказал, я тогда сказал вещь, которую придерживаюсь и сегодня. Это было, по-моему, в 2012 году, когда я сам вышел из тюрьмы. Я сказал так, главное не то, что они опозорили себя, а то, что они сделают завтра. Либо они подтвердят свое раскаяние фактически уходом из оппозиции, либо своей борьбой на протяжении последующих лет, они доказали, что это раскаяние было фиктивное, притворное, с целью обмана этого карательного режима, карательных органов. И я думаю, что Жамбулат-Мамай это доказал. Булат-Атабаев И Джаплязов, когда выходил и фактически получил личное разрешение Назарбаева, а потом Национальный банк, на вступление в банк, а по закону на самом деле правильно многие говорят, что не то, что председательным правлением, даже членом правления простого банка, частного банка, можно быть без судимости и только с разрешением Национального банка. Это, естественно, конечно, было разрешением самого Назарбаева. Это было Облязова с Назарбаевым. Но, тем не менее, я считаю, что Облязов последующими годами своей борьбы с режимом доказал, что вот это раскаяние на видео, это раскаяние, не знаю, в какой форме, оно было притворным, эффективным. В этом плане я не считаю ни Жамблата Маммата Маммата Атабаева, ни Сергея Набиталина, ни Мухтара Облязова, ни кого-то еще, ни какими реальными агентами КНБ. Поэтому здесь все должно быть с учетом вот нашей сложной репрессивной системы, в которой люди продолжают выживать и продолжают бороться против решима, да еще и многие внутри страны. поэтому должен быть более гибкий подход, менее прямолинейный, лобовой, который, к сожалению, тот же самый Мухтар Аблязов практикует, и вы в каком-то плане с ним смыкаетесь в восприятии политических реалий. А сегодня реалии таковы, что на выборах мы можем победить на Уратан, поэтому нам нужно кровь из носа зарегистрировать любое хоть бледное альтернативу с Уратаном, пусть бледное с вашей точки зрения в лице партии компрадоров в кавычках Жамбулата Мамая и Сергея Дуванова и так далее, но тем не менее нам нужно разрушить монополию Нуратана через умное голосование, поэтому нам нужна любая альтернативная партия и регистрация силами всей оппозиции помочь какой-то конкретной группе, пусть не самой идеальной с вашей точки зрения, но помочь ей собрать 40 тысяч подписей и пройти все процедуры регистрации партии. Мне кажется, Ирмит, и все, что ты сказал, для меня убойно важно, это то, что значит, ты проталкиваешь идею, что Нуратан можно победить на выборах, и прекрасно знаешь, что это иллюзия, любой выборный процесс, это не я открыл, это утверждение значит, Ленина в буржуазном значит, обществе, это всегда по большому счету фейк. В свое время когда-то к Хрущеву после смерти Сталина приехал один американский миллиардер Джон Рокфеллер, вот, и он значит, когда они говорили о политике, о американских президентах, и они делали очень большой акцент на тогдашнем президенте, это было во времена Хрущева, я уже не помню, Эзихауэр, по-моему, или после Эзихауэр, кто-то был, и значит, очень много выговаривали наши руководители тогдашнего Советского Союза в адрес президента, а Рокфеллер, знаешь, что сказал ему, это вообще то, что я говорю, это есть, это не фейк, и не голословое утверждение, это документально значит, есть в архивах КПСС, а что вам Рокфеллер говорит, что вам не нравится Эзихауэр, ну ничего, приедем, надо, говорит, следующие выборы, мы его снимем, поставим, кого вам нужно, и весь хрен до копейки, и вся цена, всем выборам была, и вперед посмотри, поэтому я резюмирую первый свой посыл, ты считаешь, что Нур-Пан можно выиграть выборами, ерунда, все президенты, которые были включая Назарбаева, включая Токаева, это все американские пески, захотят американцы завтра поставить какой-то Марханбаева, они поставят Марханбаева и Жан-Балата Мамая поставят, вот, любые вот эти утверждения, что Нур-Отан можно победить, в данный момент, это глубокое заблуждение, абсолютная иллюзия, нельзя выиграть Нур-Отан, потому что хорошо, вопрос, Нур-Отан сидит мертво на своей должности, далее, я договорю, ты запиши мысль, которую ты хочешь мне сказать по этой позиции, вот, Эрмек, ты начал свой спич, вот этот, последний, знаешь, всего, я тебе напомню, Эрмек, с того, что вот, ну, Ленин, ты мне аргументировал, он же когда-то блокировался с кадетами, да, он когда-то и с СССРами блокировался и так далее, вот, и, значит, ты берешь это за аргумент, что и нам надо сейчас, например, в Казахстане реальной оппозиции блокироваться с, например, с теми, кто против Нуратан, ну, например, с ОСДП, вот, Эрмек, ты опять будем говорить, путаешь политические реалии, Ленин блокировался с кадетами в то время, когда Россия была в величайшей империи в мире, занимавшей одну шестую часть земли, значит, у ней это было независимое государство, суверенное государство, и кадеты, и большевики, и эсеры, они все были национальными партиями, даже большевики, все работали на единый национальный интерес, государств, а партии ОСДП, Казахстан, это не независимое государство, это колония, и вот эти все партии, которые ты мне постоянно называешь ОСДП, там, демократическая партия Жан-Былата, Мамай, и прочее, значит, партия Казахстана, это колониальные партии, государство наше зависимое, колониальное, и эти партии все, значит, продают национальный интерес со своих прилавков, они никто не работают на национальный интерес, Кадет Милюков хотел построить великую буржуазно-демократическую Россию, это было, в общем-то, сама по себе, если брать с позиции буржуазии, замечательная идея, и если бы, например, у Кадетов получилось, они бы, конечно, не действовали бы так, как действует Путин, Путин кто? Он наймит Америки, он работает на Америку, 200%, то же самое и на Зарбаев, поэтому путать, боже, дар вся яичница, нельзя, путать, Кадетов ставить на одну доску с ОСДП, нельзя, ОСДП колониальная, продажная, радская партия, а Кадеты это национальная партия, Милюков то, если бы дали повестку и послали бы профессора Милюкова воевать на фронт офицером, он пошел бы и воевал бы, и чести бы даже не потерял, и он бы никогда не передавал национального интереса. Теперь, значит, облязове, тут ты же знаешь, что облязов не, значит, ну, не сотрудник КНБ, на сегодня, он написал расписку, он не сотрудник КНБ, Альнур Мусаев, генерал КНБ, тот, который эту кухню лучше нас с тобой знает, который варился внутри, и, значит, он утверждает, что облязов агент КНБ, и по той совокупности политического поведения, которое сейчас совершает облязов, он не национальный буржуа, он компромберский буржуа, он национал-предатель, если бы он был национальный буржуа, облязов, он бы сказал первое, первое, знаешь о чем? О национализации нашей нефтегазовой промышленности, второе, он обязательно бы сказал бы о том, что казанская земля должна быть в государственной собственности, что ее нельзя, значит, продавать с молотка, и третье, он, конечно, бы, значит, сказал бы о том, что в Казахстане должна быть, значит, реальная демократическая сменяемая власть, которая пересмотрит все договора, значит, на, значит, империалистическое государство, заключенных с нашим правительством, а вот эти три, эти три круглые вещи, он не говорит, а кто об этом говорит? Говорит Айнур Курман, Сакин Жумусов, ну, и Винков, который в эмиграции в России, в Казахстане об этом больше никто не говорит, вопрос, потому что мы пролетарии. Хорошо, Сакин, вот вы говорите, что большинство завоевать с вашей точки зрения нереально, что такое большинство, ну, скажем, это 51%, хорошо, 51% по мнению Сакина невозможно, а 10% возможно? Возможно, 20% возможно? Возможно, 100%, но в вас они не отдадут, они штыками разгонят этот парламент и есть хлеба копейки. Мы говорим про те проценты, которые признает избирком. Мы сможем сделать так, чтобы хотя бы, ну, условно говоря, выиграть реально, допустим, на 70%, но чтобы избирком признал 30% того, что парламент входит оппозиция на 30%, не на 70%, а на 30%, мы можем через протоколы, через наблюдатели этого добиться? 50%? 50%? Не разгрожаю. Хорошо. 100% добиться. Опять повторяю, вы можете добиться 100% выборов. Ну, вы оглушительный успех можете выиграть, но власть вам никто не отдаст. Секундочку, мы говорим не про, мы говорим именно про тот момент, когда даже власть признает на многих участках победу оппозиции официально с государственными протоколами, без всякого, в конце концов, признает это через суды, через немытиотокатание. Мы говорим о последних цифрах, окончательных. Если вы говорите, что 30% это реально, я считаю, на переходный период, вот на переходный период, это больше, чем достаточно для того, чтобы 30% оппозиционно 30% парламент мог повлиять на изменение всего политического ландшафта, политического законодательства. По всем моментам, по выборам, по партиям, по референдумам, по митингам, по всем другим моментам. Я хочу вам напомнить, что в 89-м году коммунистический режим Войцеха-Юрзельского, когда вступил в переговоры с профсоюзом солидарности Леха-Валенци, они тогда пришли к парадоксальному соглашению, которого не было в других странах мира до 89-го года и после 89-го года. До сих пор нигде такого прецедента не было. Заключается соглашение в такой форме Войцеха-Юрзельского соглашается на свободные честные выборы со всей прозрачностью, транспарентностью, с широкими правами наблюдателя, с любого расстояния подходить и все снимать, но правда с оговоркой, что 65% парламента закрепляется без всяких выборов за ПОРП, за правящей партией и ее там комсомолом, официальными профсоюзами, за ее сателлитами а-ля Ахжол, а-ля КНПК и так далее. И фактически на свободные выборы выставляется только 35%. Унизительные пункты для оппозиции для оппозиции Лех Валенца подписывают долго спорят с оппозицией. И в итоге ПОРП еще надеялся от этих 35% получить, урвать себе еще там половину. Но в итоге после выборов все 35% достались оппозиции. Но получается в любом случае большинство парламента за ПОРП. И в таких условиях как бы ну что, зачем было морочить голову самим себе, зачем нужно было оппозиции идти на унизительные соглашения, идти на унизительные выборы и в итоге получить унизительное гарантированное меньшинство с потолком 35%. Год проходит, этот парламент просуществовал один год и сама правящая партия согласилась с досрочными выборами, на которых уже 100% депутатских мест выставлялись на свободные выборы и она их тоже оглушительно проиграла. То есть я считаю, что если в 2020 году на выборах Маслихата и парламент оппозиция получит даже если получит максимум там 25% который ей власть вынуждена будет отдать, я буду считать, что это большой успех, который предопределит как фундамент огромную перезагрузку и в итоге конечное поражение вообще на всех выборах через год как в Польше может получить те же самые 5-10% максимум и навсегда уйдет в польчицкое небытие. То же самое произошло в Гамбии, то же самое прошло в Венгрии, в Румынии, во многих других странах. Вот я думаю, что ваш скепсис, когда вы говорите большинство не получит, может быть оно и так. Но даже меньшинство отдав депутатских мест в парламенте и оппозиции от этого выиграет стратегически выиграет. Верник, давай на твоей площадке разговор строю. Вот прошли например 30-40% депутатов 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 от оппозиции в парламенте. Это кто будет? Это будут опять члены партии ОСДП. Я чисто политически предполагаю, что власть начинает играть в зубатские игры такого рода. они могут допустить туда ОСДП, могут допустить туда Жамбулата Мамая, могут туда допустить еще каких-то псевдодемократов и так далее. 40 человек. Вот представьте себе, что Сергей Жамбулат Мамая и 40 человек. И посмотри, пусть 40 человек. Посмотри, там сидит КНПК, там сидит Аджоу, там сидят еще партии, которые называют себя оппозиционными. Ну а являются ли они на самом деле оппозиционными? Мы говорим про реальность. Мы говорим не про оппозицию, которая, ну скажем так, КНПК, Аджоу, их никто не считает оппозицией и они вряд ли получат там даже свои жалкие 5%. Ты же разговор со мной ведешь, а не с членом ОСДП. А я не считаю ОСДП оппозиционными. Это тоже фейк, который специально внедрили в нашу селье оппозиционную, чтобы они ирмек, чтобы они занимали демократическую площадку. Теперь, что лепит Жамбулат Мампай? Тоже лепит демократическую партию, чтобы занимать демократическую площадку. Я ее считаю тоже абсолютно фейковой. Кто ты еще там называл, это все фейки. И если они пройдут партии, там ничего не изменится. Разница сущностная между партией Нур-Отан и демократической партией Жамбулата Мамая будет ноль. Никакой разницы. Это такие же склонные, продажные, кредитные права. альтернатива. Я считаю, что вот этот сложный поэтапный подход он дает какой-то фарватер. Что вы предлагаете в качестве альтернативы? Вот 30 лет мы были уперлись в стену и толком не получалось. Какая тактика была эти 30 лет и какую тактику предлагаете взамен вот этой поэтапной гибкого фарватера? Ну надо что я предлагаю прямо такому известному человеку как ты сказать что этой партии те же самые Нуратаны та же СДП Жамбулат Мамай кто еще там Жанна Казахстан и наше право это все те же шейки второго этапа как и партия Агжо или партия Ау это все крючка тройства которым занимается наша власть Что взамен какой вариант взамен Ну это уже другой разговор я думаю значит я значит не то что не готов отвечать на этот вопрос но я считаю это тема совсем для другого разговора вот видишь что вы критикуя предлагает вот им реально замены сейчас вернее реальной оппозиционного движения в Казахстане у нас нет все что лепится лепится конторой появится реальная оппозиция ее начнут крошить ее уничтожат сразу же пересажает тюрьмы затолкает воткнут сроки и прочее и поэтому говорить альтернативы сакен то мы еще 40 лет будем ходить по пустыне я вас прошу какой есть альтернативы гидравтичные ну я же говорю это разговор для будем говорить другого хотя примерно в общей честной можете сказать подробно поговорим в следующий раз но сейчас какой примерный подход я думаю ты это знаешь примерно подход какой казахстане значит рано или поздно на мой взгляд и я убежден в ближайшее время возникнут жесткие оппозиционные политические движения которые нападут на необходимость регистрации возникнут подпольные политические движения необходимо по законам истории которые я не устанавливал есть же у нас подпольные исламские движения есть вот эти исламские подпольные движения они как раз и являются свидетельством того что в таких условиях условиях тоталитаризма уже не авторитаризма необходимо возникает подпольное политическое движение в Казахстане если реально поверхностно возникнет политическое движение ее сразу уничтожат физически тюрьмы уничтожат расстреляют убьют но начнут возникать реальные революционные по-настоящему революционные движения которые будут ставить целью то что я говорю уже 30 лет цель национального освобождения хорошо понимаете я понял они будут подпекать и они и приведут значит народ к власти и они сделают по-настоящему демократический Казахстан я хотел бы чтобы значит этот путь наш народ избежал потому что он будет чреват жертвами издержками вероятностью вооруженной борьбы гражданской войны в Казахстане вот этого я бы не хотел но власть толкает к этому а это необходимо случиться потому что власть по-другому управлять страной не может а если случится у нас подпольное революционное движение оно необходимо рано или поздно придет к вооруженной борьбе и власть значит будет сметена в пьедесталах штыками ну я понял вот смотрите получается вы считаете что вот этот гибкий подход он будет гораздо медленнее по своим результатам чем подпольная борьба с элементами вооруженной борьбы которая приведет к более быстрым результатам но тут возникает два фактора первое это фактор оружия скажем так во многих странах мира особенно в арабских странах начиная там с Абдуль-Насера Каддафи Саддама Кусейна они приходили к власти там помните Пиночета они приходили к власти путем военных переворотов это огромная революционная группа внутри силовых структур в первую очередь в армейских второй момент это наличие скажем так вспышки вооруженной борьбы в каком-то какой-то области в каком-то районе как Сьерра-Леонена на Кубе Фиделя Кастро который потихоньку начнет движение к столице и охватывает там повстанческим своими движениями все больше и больше районов и областей в стране ну в эти два варианта я к сожалению не верю может быть я ошибаюсь может быть вы правы что такая это будет пусть странно пусть тяжело но оно может быть по вашему мнению будет гораздо быстрее чем медлительный поэтапно гибкий подход участие в выборах где шаг за шагом 10 20 30 40 оппозиция будет от этапа выигрывать долю в парламенте и так далее может быть вы правы но давайте я вот посмотрю еще вот какой момент давайте мы тогда захватим для анализа еще один аспект мы сегодня рассматриваем когда оппозиция участвует в выборах при драконовских законах сейчас национальный совет общественного доверия создан при Тукаеве 44 в нем члена скептическое отношение к нему со стороны большинства общественности и у меня тоже пока я не взял интервью как с вами у членов НСОД вчера был третий член Азаматхан до этого Айман Умарова до этого Андрей Чеботарев и у меня немножко было удивление Сакен я не знаю смотрели вы эти интервью или не смотрели у меня было удивление от того что они рассказали что им никто не мешает создать сейчас радикальные законопроекты по либерализации политического законодательства что 20 ноября будет новое заседание где будет уже голосование по этим законопроектам и передача Тукаеву Тукаев должен их одобрить Назарбаев должен получить тоже негласно их одобрить Назарбаев может что угодно говорить но его точка зрения будет выражаться скорее всего в голосовании большинства в Мажлисе и в Сенате если Мажлис и Сенат одобрили это будет означать что Назарбаев дал добро вероятность того что какие-то либеральные законы легко и просто пройдут Мажлис и Сенат у меня нет никакого скажем так я думаю что это не будет просто так легко и просто но с учетом того что послезавтра будет референдум будет собрание по референдуму и наблюдатели накатывают на власть снизу по изменению закона о выборах и закона о партиях многочисленные заявления Ярлана Карина который сказал что до выборов будут изменены политическое законодательство вчера заявление Армана Шураева который был на встрече с Тукаевым он сказал что Тукаев публично заверил что будут либерализованы законодательства в том числе количественно по поводу партии в 40 тысяч до там до нескольких трех тысяч возможно и так далее это кстати Чебатырев тоже подтверждает потом замминистра информации общественного развития официально заявил что будут либерализованы 11 политических законов включая закон о партиях о выборах о СМИ там о самоуправлении и так далее то у меня возникает ощущение что власть начинает отступать и она начинает понимать что сейчас нужно открыть в этой кастрюле кипящей крышку и самой внести снизить уровень репрессивности законодательства сделать его более либеральным для того чтобы взять отодвинуть возможность вооруженной или иной революции в стране сделать скажем так протестное вот это давление снизу со стороны народа более-менее как-то управляемым или более-менее как-то погасить его температуру через выпускание пара народа не через уличные акции протеста а через вхождение части оппозиции в парламент и пусть они там бушуют в маслехатах и парламентах и так далее вот с учетом этого шансы регистрации партии резко возрастает шансы более прозрачной прозрачных выборов и контроля за подсчетом голосов тоже возрастает и шансы увеличения доли оппозиции в парламенте в маслехатах тоже возрастает вот у вас такого ощущения нету что власти по либерализации законодательства вынуждены отступать не желая нарваться на спонтанную революцию а желая ее температуру сбивать за счет вот такого подхода мне кажется вот этот подход он умный со стороны власти если считать если играть шахматную партию за противника в этом плане их тактика верна они могут добиться снижения накала вот в этом плане тогда и у оппозиции возникает большие шансы на выборах эрмик я не считаю что власть делает что-то умно власть тупа и она рано или поздно в исторической в ближайшей исторической перспективе обречена и те мероприятия которые ты только что перечислил это все иллюзорное это иллюзия и она этими иллюзиями питает народ а такой человек как ты оппозиционер тоже будем говорить подсел на эти иллюзии извини за выражение ты уменьширяешься как наркотой что такое мсот мсот о котором ты упомянул где собрали все это алматинскую псевдоаппозиционную шушеру понимаешь зачем их туда собрали чтобы у народа складывалась иллюзия вот значит посмотрите власть начала слушать народа кого туда собрали шестерок собрали понимаешь те кто значит в зонах называют снырями те кто стоят у тумбочки как у табляза стоят у тумбочки да и вот сейчас те кто сейчас вошли в этот усоп это шестерки это шныри власти и они создают у народа обманчивую иллюзию что вот видишь ли власть начала значит слушать народ появились элементы обратной связи и на эту билиберду на эту иллюзию значит хочет подсесть и Эрмек Нарымбаев вот теперь что касается значит в целом власти ты же не станешь отрицать что это власть авторитарная что такая спешка что по прежнему государство управляет Назарбаев и держит ее мертвой хваткой и если такая сделает шаг вправо его значит к вечеру уже что затолкает к нам сюда в 16 в Караганду и так далее у него нет альтернативы хоть что-то вообще полезное сделать для этой страны он и не собирается ее делать так же инсот реальная власть государстве принадлежит только одному человеку Назарбаеву и сенат парламента и мажорист парламента и нсот и вот эти все фейковые партии включая там Мамайевско Шарашко Дувановскую Шарашко и включая ОСДП Туяхпара это все фейки это все белиберные иллюзии понимаешь чтобы пускать населению пыль в глаза нет у нас реальной власти в Казахстане у нас все принадлежит одному человеку все страны просто играют в какие-то отрасли власти и протоколируют его назарбаевские пустоположные бесполезные вредные для страны решения понял тогда значит что будет мерилом того кто является прав я считаю вот когда у нас был недавно дня два три назад дискуссия тоже с инициатором партии Хак Токжан Хожалеевой тогда там в ходе разговора я для себя выяснил ту лакмасовую бумагу ту границу красную по которой можно говорить кто прав и вот эта граница является вот что если Тукаев на самом деле изменит законодательство до выборов и по ним до выборов будут зарегистрированы партии свободно более-менее а вы согласитесь при трех тысячах подписей гораздо легче зарегистрировать партию чем при 40 тысячах ну так вот получается вот она красная линия теперь у меня вопрос к вам а что вы скажете мне при следующем разговоре при следующем эфире например через месяц сразу под Новый год или сразу после Нового года если вдруг выяснится к этому времени что выборов еще не назначено а уже изменились в либеральную сторону ряд законов и что тогда скажет Сакен Женусов скажет так к моему удивлению эти законы либерализованы и сейчас можно гораздо более легко зарегистрировать партии в том числе и партию Сакена Женусова и его сторонников и залиберализовано выборное законодательство при котором партия Сакена Женусова может набрать дивизию наблюдателей и легко и просто с любого расстояния подходить и снимать избирательную комиссию и все ее руки и все ее шаги да Ермек я удивлен но теперь уже можно засучив рукава наотмаш избивать Нуратан на выборах и забивать ее в такой угол чтобы она там вышли в 3% и не вышла у нее вот мерилом получается нашего разговора является то что мы оба предполагаем предполагает что невозможные изменения второй предполагает что не может быть им врать они врут и им верить нельзя получается мерилом будет только лишь какое-то короткое время 1-2 месяца в течение которого уже можно будет говорить о том кто был прав а так получается на самом деле мы сейчас конечно проговорим еще ряд тем но в итоге главный посыл нашего сегодняшнего спора заключается в том что у кого какие предположения и прогнозы были более сильны весомы и чьи прогнозы сбылись вот суть получается почему вопрос получается такой что будет делать сакин женусов когда через месяц через два выяснится что до выборов либерализовано законодательство я к этому отношусь абсолютно спокойно если завтра окажется что Сокая сделает законодательство что партию можно зарегистрировать и смотри не только при десяти членах при одном члене партии да каждый человек может объявить я могу завтра объявить значит я сакин жусор объявляю партию любителей пива понимаешь и я один член прихожу в областную учитель мне ее регистрировать я просто пишу заявление и регистрирую что от этого меняется сущность власти не меняется не в этом значит существу власти даже если завтра как ты говоришь сделай три тысячи и пусть они придут к власти что они в ней поменяют кто в ней что поменяет даже если я человек радикальный взглядом получу трибуну мне будет одно только хорошо от этого что я получаю высокую трибуну меня будет слышать весь народ Казахстана я могу таким образом интенсифицировать свою агитационную кампанию но я в этой власти ничего не поменяю контрольный пакет политических акций авторитарная власть и в этом случае в иллюзорном случае о котором ты говорил значит не будет отдана народу и поэтому никакого значения вот это послабление так называемое демократическое не имеет это просто опять игра в демократию при полном отсутствии демократии так секундочку то есть вы говорите что даже при свободных выборах ничего не изменится я правильно понял ничего не изменится я правильно вас понял что даже при свободных выборах при честных свободных транспарентных выборах Нуратан останется у власти конечно останется власть. И дело не в Нур-Отане. Устанавливает Нур-Отан, он завтра ферментирует ее в Нур-Отан, в Нур-Отан. И она живет ее еще как-то, еще как-то. Ведь существа дела не меняются. Все, кто пройдут парламент, это будут различные модификации Нур-Отана. И ОСДП, и Демократическая партия, Мамая, и, значит, Акжул это все фейки, все это белюберда, обман народа и сплошная иллюзия, которую внедряется в сознание народа. А ты, Эльмир, ты этому помогаешь. И засеренно помогаешь. Ты лучше это делаешь, чем, например, сама власть. Тебе бы давно министром пропаганды назначили, ты бы вообще оболванил бы уже все население, все уря-уря-уря, кричали бы и все были за Назарбаева. Они не умеют. И раньше у них умный был пропагандист Иртезбаев. Умно, он один был, тот, который умел вот эту чушь, которую говорил Назарбаев, паковать в какие-то разумные мысли и подавать народу. понимаешь? Вот, есть такое дерево талипот. Это очень вонючий фрукт, но его хозяйки упаковывают в такие специи, что запах дома от этого талипота не чувствуешь. такой был Иртезбаев. Он даже умнее этого Пескова в Россию, который Путин это, значит, полгонит. А Иртезбаев был неизмеримо умнее, образованнее, интеллектуальнее. Он умел вообще, значит, грамотно паковать. Мысли вот этих наших глупцов, которые управляют нашей страной. Мы его убрали, потому что он умный слишком. Ну как это? Кругом одни кролики тут порыли, а тут Иртезбаев, Караганда, умный, высказался. Я взял и выслал из страны. Я не защищаю свое землякарь, ты знаешь, он тоже мне, будем говорить, с точки зрения политической врат. Но он был хоть умным, хоть немножко блистал умом, а эти что вообще? Так, понял. Сакен, смотрите, вот вы говорите, что даже свободный выбор, они не решают проблему. Скажите мне тогда, пожалуйста. Не решают. Что в Конституции, что в законе, какое изменение в них решало бы, по вашему мнению, изменение реально ситуации в стране, реальное приходит в стране, реальная победа народа. Какое изменение? Ну, это прекрасно, знаешь, это отмена закона о лидерах нации, отмена положения Конституции о пожизненности значит, Эльбасеев. Согласен. Значит, изменение в законе и так далее. Ты знаешь дальше череду, которую я буду называть. Это Конституция. Ее вообще надо в туалет с ней сходить. Эта Конституция сделана под Назарбаева. Понимаешь? Она... Ее надо в корни, значит, менять. Ее надо выбрасывать. Я в книге Путенгаре говорил. Нужно... Да, слушаю. Сакен, хорошо. Допустим, вы назвали меня Ерстас Павелом Вторым. Допустим, так оно и есть. Хорошо. Я с вами не согласен. Но в чем получается между нами спор, если я считаю, что вот эти два-три закона, про которые вы говорили, надо отменить. У нас единая точка зрения. Секундочку, я так говорю. У нас единая точка зрения, и их надо отменить. Но если будут свободные, честные выборы, то в парламент большинство получит именно те партии, которые выступают за эти законы. И эти законы будут как раз отменены благодаря честным и свободным выборам. Тогда получается... Я не вижу, где мы с вами противоречим. Я считаю, что вы уперлись рогами просто в дерево. И даже отрицаете тот факт, что все-таки честные свободные выборы изменят все. Изменят всю эту систему. Но к ним, чтобы прийти, нам нужна промежуточная победа. Даже вот в сегодняшних условиях диктаторского, или даже завтра будет какая-то либерализация, все равно это будет полудиктаторская система. Даже в этих условиях оппозиции надо идти на выборы и завоевать. Сегодня у нее 0% в масляхатах и парламенте. Сегодня она может получить уже 25%, через год добиться досрочных выборов и на новых выборах уже завоевать свои 60%, благодаря которому и Ельбасы уйдет в небытие, и пожизненное заключение Ельбасы. Я считаю, что Ельбасы – это пожизненное заключение и так далее. Все вот эти законы – отмена должности президента, суд 12 присязных, парламентская республика, власть самоуправления и так далее. Вот в этих условиях я считаю, что вот через два шага, через одну ступеньку поэтапно, вот таким гибким подходом через умное голосование мы можем прийти к быстрым изменениям без кровопролития. Видишь ли, Эрмек, ты опять в который раз вбиваешь в голову нашего народа иллюзию о том, что в условиях крайнего авторитаризма возможны свободные выборы. Они абсолютно невозможны. Я этого не говорю. Как, ты говоришь о свободных выборах? Через промежуточные выборы. Сегодня мы идем на выборы, которые станут промежуточным этапом. И после этого, через год мы можем добиться досрочных выборов, которые будут проведены уже на честной, свободной основе. Вот этого мы можем добиться. То есть надо рассматривать сегодняшние выборы как квази-выборы, на которых мы можем завоевать значительный и прочный плацдарм. Ну, я этот этап квази-выборов опускаю. Ты говоришь о том, что пока Назарбаев будет у власти, можно через квази-выборы прийти в перспективе к настоящим выборам, заставить власть демократизировать вот эти законы о выборах и прочем. И мы, оппозиция, реально можем прийти к власти. Фермет, мы никогда не придем к власти таким образом. Ты, опять говорю, ты вбиваешь в голову народа реакционную, реакционную, вредную, не обвиняю, что вот Сакин Женосов, используя гигантскую площадку 190 тысяч подписчиков, вбивает в головы бедному, несчастному, неграмотному народу грязные, коварные мысли, идеи. У нас разговор здесь о честной и на равных. Мы здесь выставляем аргументы, и мы здесь реагируем на эти аргументы, согласны мы, не согласны. Поэтому вот этот фальшивистский подход, который у вас есть и который есть у Аблязова, который сводится к тому, что все, значит, компрадоры, предатели, вот я один верный. Я не один, почему? Не, ну Аблязов говорит, во всяком случае, у него лексика такая, что все предатели, все компрадоры, нормальных оппозиционеров, кроме меня, нет. У вас, получается, вы как два полюса сошлись и занимаете одинаковую какую-то отрицательно-большевистскую такую позицию, непримиримости ко чужому мнению. Вот это, мне кажется, неправильно. Ну почему я слушаю тебя? Но при этом меня называете кем? Нет, ну это сама по себе мысль о том, что в условиях авторитаризма возможность свободной выборы, это не особая мысль. Нет, нет, сейчас, чтобы вот этот, если, допустим, 30-процентный оппозиционно, 30-процентный парламент, я считаю, что он может очень сильно либерализовать политическое законодательство и может заставить провести выборы уже на гораздо более свободной основе. Ну рассматривать его еще как более, тоже пусть промежуточный этап. При первом этапе можем 30%, при втором этапе мы можем получить там 50%, а там уже следующие абсолютно свободные выборы. Какая разница? Нам сейчас важно участие в этих выборах с тем, чтобы не отказываться от борьбы за плацдарм. А Блязов и Сакин Женусов выступают, хотя они оппоненты друг друга, они выступают сегодня с одной позиции. Что? На выборах участвовать не надо, потому что это фактически легализация власти, там ничего не получится изменить, никаких законов, никаких мест получить, не получится. Поэтому участие, создание партии, участие в выборах вредное. Что есть другой путь. Конечно. Либо уличный, либо вооруженный. Да. Правильно. Давайте, ну, во всяком случае, ваш вариант – это ждать. А я не жду, я сейчас иду на предыдущую борьбу, да. Может быть, я иду на, вот, скажем так, Голиаф. С Голиафом мы идем на сражение при неравных позициях, 90 на 10. И при этих шансах наблюдателей, я не знаю, может быть. Внешне выглядит схватка, боксерская схватка с гигантом, с которым победить невозможно, якобы. Но я вижу его и уязвимые места. Поэтому я считаю, что нужно идти и на референдум, и на выборы, и на армию наблюдателей, и на партии, исходя из очутимых слабостей системы, которую надо видеть, показывать и массово обучать. Вот наблюдатели почему поверили в меня? Потому что я считаю, что я показал вот эти уязвимости системы, и люди увидели, что на самом деле эти уязвимости есть, и они доказаны. Я, Эрмек, не возражаю, что вообще в выборах надо участвовать. Я же не говорю, что надо и эти выборы бойкотировать. И на прошедших тех выборах, и считаю, что, значит, помимо того, что сами выборы были реакционными, и, по сути дела, лишний раз продемонстрировали механизм узурпации власти, но в ней было полезное, много положительного, прогрессивного. Это то, что в чем ты принял активное участие, это, значит, участие населения в выборных процедурах. Это народ учит, и это народу открывает глаза. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что... Санкин, вы могли бы поставить смартфон неподвижно, зрителям неудобно смотреть? Хорошо, да тут у меня батарейка кончалась, и поэтому я немножечко ее... А вы поставьте ее, ну не знаю как... А, вот все нормально. Пойдет, пойдет. И, Ирмек, значит, я, значит, говорю о том, что эта авторитарная власть такими методами с пьедестала власти не снимешь, не отстранишь. История рассудит. История рассудит. Кто-то считает, что этот вариант неверный, я считаю этот вариант нормальный. каждый двигается своим путем. У нас общая задача снести этот авторитарский режим. Один считает вариант вот такой, второй считает этот вариант слишком хитрожопый и полугнилой, непонятный и в итоге гибельный вариант. Но каждый движется по своему варианту. Я думаю, что вот 9 июня показало, что вот этот с виду хитрожопый вариант он все-таки сработал. Умное его голосование все-таки сработало. И даже сам Косанов сдался в итоге, но власти сделали ошибку с Косановым, отведя его из игры слишком поздно. Если бы они его убрали бы до 9 июня, 7-8 числа, то наблюдатели не вышли бы на выборы и в итоге бы власть получила бы идеальные протоколы и никто бы не узнал про фальсификацию. А так мы взорвали вот эту всю ситуацию, опарафилили полностью все рейтинги, получили государственные протоколы, вырвали их с боем, с криками, со скандалами, зубами вырвали их из пасти избиркомов и помешали многим фальсификациям. И Косанова в этих условиях, когда уже забирали, они забрали его слишком поздно. И мы в итоге все равно выиграли. На этих выборах будет еще хлеще для власти. Я так думаю. Ну и кто придет в парламент? Я считаю, задача минимальная, 20% получит. Замбулат Мамай пойдет. Они никто не оппозиционер. Какие не оппозиционеры? Кто вам мешает идти сейчас на регистрацию партии? Я вам поддержу, вам окажу. Ну дело не во мне. Почему-то разговор. Мы же оба будем говорить, журналистский разговор ведем и давай нашли личности, которые более устраивают Сакена Женосова больше, чем Дуванов и Мамай. Вот кто, например? Ты опять вводишь разговор в стороны. Я говорю о том, что ты говоришь о тех персоналях, которые придут в парламент. Кто придет в парламент? Те, кто придет, они меня никто не устраивают. Это все люди Назарбаева. Сегодня вас устраивают? Сегодня в оппозиции? Ну, это уже совсем другое. Я не хотел бы об этом говорить. Мы же критикуем одну группу. Мы должны показать. Вот есть вторая группа, которая хороша. Вот она бы пришла бы во власти, все бы поменяла. Но ей не надо идти на партию. Это невыгодно, это неправильно и так далее. Но какая группа? Это сюжет для другого. Назовите пару фамилий. Вот люди все равно же смотрят и думают. Ну, хорошо, Сакин критикует, критикует. Но он должен же предложить альтернативный вариант. Ты хочешь сказать, что ты меня прижал к стенке? Я не скажу, кто это, да? Потому что у меня этих альтернатив, этих групп, этих людей нет у меня, да? Ну, вы же их видите. Я не говорю про лично людей из группы Сакина Женусева. Я говорю про людей, к которым вы, в принципе, со стороны смотрите и симпатизируете, понимаете, что это более честные люди. Ну, почему в Казахстане нет таких людей? Есть. Хотя бы тот же Вадим Курамшин, тот же Иржан Джанабаев, тот же Айнур Курманов, Юрий Веньков, тот же Сакин Женусев. Есть, я не отрицаю, есть и в демократической среде, есть замечательные бойцовские люди. Я говорю о тех, кто сидит в тюрьмах, о тот же Арон, тот же Макс Бакаев. Недавно посадили еще, забыл, как его, Алмак Жумагулов и так далее. У нас колоссальная масса кристально чистых, замечательных людей. Это цвет нации. А вот эти все, кто сейчас лезут через ДП, через Жабулата Мамая. Ну, что это? Ну, все знают. Или вот это НЦУ. Ну, насобирали туда, я буду откровением, по мне это Назарбаевская шучера. Хорошо, Сакин, вот вы назвали 10 человек. Хорошо. Если бы эти 10 человек бы объединились и пошли бы... Ничем объединяться на всей соцдвижении? Ну, хорошо. Потому что Арон от Одет не соцдвижение, он националист. Сакин, не забивайте меня. Здесь Курамшин. Сакин, представьте себе, что они не просто объединились в соцдвижение. Представьте себе, что они объединились для регистрации партии. Вы бы их поддержали бы? Конечно, поддержал. Несмотря... Ну, а теперь можно включить свет? Потому что у вас этот вечер настал, и, по-моему, что там у вас так темно стало. Да. Вот, я считаю, что вот в этом плане хоть какая-то альтернатива появилась. Вот эта группа. Ну, и... Почему альтернатива? Это группа, которая присисляет тебе. Ты посмотри, из них четверо в тюрьме сидит. Хорошо. Я отвечаю. Вчера была новость. Вчера была новость. Я забыл ее вам сказать. Что Макс Бакаев из тюрьмы сообщил, что он поддерживает создание партии Жамбулата Мамая и при первой возможности к ней присоединиться. Передал через Толгата Аяна, который уже сегодня присоединился и возглавил Атараусский областной филиал партии, демократической партии. Вот вам ответ. Я тоже, можно сказать, политический заключенный бывший. Я тоже считаю, что я поддерживаю демократическую партию и поддержу партию Сакена Женосова, Курманова, Курамшина, Арона Табека, кого угодно. Если появится вот ваше партия и движение. В этом плане уже и политические заключенные уже высказались. Макс Бакаев уже сказал четко и просто, что надо поддержать это хорошее дело. Надо идти на эти выборы даже при этих условиях неравных. Очень часто бой принимают при неравных условиях. И никогда не будет, когда у нас будет большинство, и мы идем на эти выборы при льготных условиях, нас устраивающих. К сожалению, часто идут в бой при неравных условиях именно из расчета поменять исход войны. Я к этому как отношусь, конечно. Большой симпатии к Максу Бакаеву, к его товарищу отношусь. Сходу его имя забыл. И если они завтра пойдут в парламент, я буду только рад. Потому что такие кристально честные люди попали наверх. Это замечательно. Они получают капитальную трибуну, с которой будут говорить на злобу дня. То, что больше всего волнует наш народ. За что они сели в тюрьму. Они будут говорить о земле, о нациализации, мерке и так далее. Но, видишь ли, они не поменяют погоду. Они не сломают авторитарную власть. Это делается другими средствами. Хорошо, давайте закончим наш разговор тем, что, во всяком случае, давайте мы договоримся об одном. Две точки зрения имеют право на существование. Давайте, во всяком случае, тем людям, которые, может быть, по наивности, по глупости, верят, что в этих неравных выборах можно бороться и завоевывать плацдарм. Давайте мы им дадим право реализовывать свое конституционное право, бодаться по своему варианту. Они имеют на это право. Если они не правы, то жизнь их сама пока помнет. История пока, что Сакин Женусов был прав. Согласен. Давайте. Рахметага. И тебе спасибо, Эль Мехтар. Амамбул, Джан. Ладно. Рахметага. Сау болмс. Амамбул.